Всем привет, с вами канал Убиваю Би Пи Эм, и не так давно мы делали ролик, посвященный ожиданиям от будущего альбома-исполнителя Лил Морти. Артист наделал много шумихи вокруг данного релиза, потому что собирался менять свой псевдоним после выхода, ведь он больше не хотел ассоциировать себя с проектом Лил Морти. Однако потом планы артиста резко поменялись, что позволяет сделать вывод о том, что это было всего лишь пиар-компании. Ну а сейчас реклама. Я бы хотел порекомендовать вам одного классного и необычного битмейкера под ником Maisem Devil, который делает музыку практически в любой направленности. В его паблике вы сможете найти трэп-бэнгеры, агрессивные и наоборот лайтовые лиричные биты. Если вы давно хотели начать собственную музыкальную деятельность, неважно, петь или читать рэп, то этот битмейкер однозначно вам понравится, ведь помимо написания музыки, он еще может помочь вам свести трэк или полностью сделать его вместе с вами, и все это за весьма приемлемую цену. Успевайте пока горячо, на 500 подписчиков в его паблике будет проводиться конкурс на бесплатные биты и сведения. Ссылку вы найдете в описании, ну а мы начинаем. Поехали! Трек-лист альбома был слит самим артистам задолго до выхода релиза, примерно за неделю, а для фанатов не было новости, что на пластинке будет 11 треков. А среди гостей Lil Crystal, Lil Toy, американский рэпер, а также Фенди Глок и Яката 044. Последние два ребята из тусовки Славы и практически ноунеймы, хотя их парты, наверное, можно назвать самыми лучшими на всем релизе. Как мы и предсказывали, весь релиз выполнен в одном стиле, это стиль Чопа On Me. И если честно, это мешает пластинке. Все 11 треков звучат как будто бы одинаково, и релиз абсолютно никак не развивается от трека к треку. Конечно, все ждали от Морти Бэнгеров, ведь этот исполнитель нацелен делать именно легко запоминающиеся припевые куплеты, которые круто звучат и быстро въедаются в память фанатов. Но на данном релизе один трек совершенно не отличается от другого. Если говорить про гостевые куплеты, то тут, конечно, именитые артисты звучат наименее свежо. Лил Кристалл просто сделал свой типичный куплет, а Лил Той имеет от силы 6 строчек, которые, кстати говоря, просто повторяются. Хотя он говорит слово суки, звучит мило, отрицать не будем. До сегодняшнего момента Лил Морти выпустил два альбома, Лил Морти EP и релиз протеже. Особенностью последней работы является то, что она написана полностью в стиле Фараона, и некоторые треки с данного альбома почти полностью копируют треки Фары. Можно сравнить, например, композицию с Марту Глеба и песню Dark Sheet у Славы. После альбома протеже, который был очевидным экспериментом Славы, кажется, что теперь он боится делать что-то новое. Протеже хоть и звучал как байт Фараона, но там были эксперименты со звучанием, попытки сделать иной флоу или другой стиль. Но тогда слушатели не приняли работу Славы, и ему пришлось даже удалить свой релиз после официальной публикации. В данной работе, видимо, Слава ушел от всех рисков и сделал 11 треков, которые звучат как ремикс на один действительно годный Чопа On Me. В жизни Морти за время, пока он писал данный релиз, произошло много событий, однако он никак не отрефлексировал их данной работой. Не было в тексте абсолютно ничего, что могло бы поведать нам о его отношении к распаду The Dynasty или хотя бы отсылке на конфликт с Бульваром Депо. Все это делает релиз пресным и без острых углов, тексты как будто бы пролетают мимо слушателя, во многом это из-за того, что от трека к треку идет перечисление одних и тех же вещей. Наркотики, тусовки, девочки и скейтбординг. Последнего, кстати, особенно мало, хотя есть даже целой трек, названный Skate for Life. Но даже тема скейтов не раскрыта от слова совсем. Если говорить про музыку, то это все эталонный трэп, кое-где даже минималистик трэп и музыка, надо сказать, просто хорошая, но никак не выдающаяся. Нет запоминающихся сэмплов, зато хорошо остается в памяти непрекращающийся звук автотюна, который присутствует почти на каждом треке. Все тексты это перемешанные русские и английские языки, этим исполнитель сильно походит на Биг Бэби Тейпа, но даже у Тейпа это получается дозировать. Просто тот же Драгон Борн при своем количестве композиций казался куда более проработанной пластинкой, чем Лил Морти 2. Из треков, которые, пожалуй, останутся в памяти слушателей, можно отметить, на наш субъективный взгляд, треки Чопа On Me и No Stylist. Больше, к сожалению, не запоминается ничего. Среди всех последних альбомов этой весны, альбом Славы, наверное, самый слабый по всем вышеописанным причинам. Зря он отказался от возможности экспериментировать со звуком и собственным флоу. Если считать его желание сменить псевдоним правдивым, то с таким альбомом это можно понять. Подобный стиль закрепился за Морти Мортом и уже никуда не отпустит его, только если он не найдет в себе смелости снова начать развиваться. Вот такие у нас мысли по поводу альбома Лил Морти 2. А что вы думаете по поводу этой пластинки? Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Убиваю БПМ. Не забывайте про колокольчики. Всем пока!